Ну а следующий выпуск программы «Смотрите сами» выйдет в эфир, когда Америка себе уже выберет нового президента. Демократка Камала Харрис или одиозный республиканец Дональд Трамп. Такой горячей предвыборной гонки еще никогда не было в истории США. Согласно данным социологии, оба кандидата идут просто ноздряв на сдруг своей американской мечте. Но социология говорит не только о рейтингах двух политических сил самой крупной экономики мира. Накал страстей настолько велик, что обычные американцы уже сильно устали от этой гонки. Градус апатии растет среди неопределившихся. А ведь именно за их голоса и дерутся Харрис и Трамп. Люди также боятся повторения январских событий 2020 года, массовых протестов и новых попыток захвата власти. Ну и честно говоря, их можно понять. Американцы привыкли к спокойствию и стабильности. А тут уже который год такая турбулентность. Рекордная миграция. С ней разными способами обещают бороться обе партии. Ну и экономические трудности. Война России против Украины. Все это внесло огромные коррективы в мировую экономику. Не просто так. Все говорят о том, что это проблема не только Украины. Это проблема всех без исключения стран на глобусе. Американская мечта – равенство возможностей вне зависимости от происхождения и путь к успеху. Как никогда вписывается в канву президентских выборов. С одной стороны, женщина. Да еще и афро-азиата американского происхождения. Но с другой стороны, одиозный политик-миллиардер. Оба вполне вероятно могут комфортно усесться в рабочем кресле овального кабинета. Чем вам неравенство возможностей? Представьте, если бы в России на пост президента претендовал, например, уроженец Тагестана или, скажем, той же Чечни. Но пока в России, кроме Путина, вообще никто ни на что претендовать не может. Но даже чисто теоретически представить, что нацменьшины могли бы возглавить страну, готов спорить на что угодно. Такого не будет. Затаив дыхание, за американскими выборами следят украинцы. От исхода этой гонки во многом зависит и их судьба. Пойдет ли Трамп на сделку с Путиным в обход международного права и суверенитета Украины? Сможет ли Харрис проявить решительность, а не танцевать вальс, то называя Путина убийцей, то вводя ограничения на использование западного оружия против России на ее территории? Как минимум, уже сегодня понятно, что в наследство Харрис достанутся тяжелые решения. Международная политика всегда была профилем Джо Байдена до того, как он стал президентом. А вот к Амали прилетел этот кусок пирога только когда она уже была в должности вице-президента США. Харрис говорит, что в случае победы она продолжит курс Байдена в поддержку Украины, отправляя военную помощь, отказываясь от переговоров с Кремлем без участия Киева и уважая право Зеленского решать, на каких условиях его страна готова к прекращению огня. Но, как всегда, есть нюанс. Президент США во многом зависит от Конгресса. Кстати, обе его палаты тоже обновятся по результатам этих выборов. Сейчас республиканство в большинство в нижней палате представителей, ну а у демократов в Сенате. Но соцопросы показывают, что после выборов может произойти наоборот. Верхняя палата станет республиканской, а нижняя, соответственно, демократической. В любом случае придется договариваться и идти на компромиссы с политическими оппонентами. Так работает система противовесов США. BBC пишет, что если республиканцы будут контролировать Сенат, можно ожидать разных сценариев. Молодые правые популисты, как, например, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венс и сенаторы Том Коттон и Джош Гоули выступают против военной помощи Украине. Но вот старая гвардия и их партии считают, что противостояние путинской России – это стратегический интерес США. Независимо от их личных позиций, и те, и другие будут прислушиваться к Трампу, если тот призовет блокировать инициативы Белого дома. Так уже было в 2023 и начале 2024 года, когда по его инициативе республиканское большинство в Нижней Палате Конгресса 8 месяцев блокировало выделение денег Киеву. Это было связано не непосредственно с Украиной, а с дискуссией вокруг иммиграционного кризиса. В то же время Британский институт оборонных исследований опубликовал статью под названием «Будущее предательство в Украине». В ней говорится о том, что военные перспективы для Киева далеко не радужны. Ведь даже на эмоциональном подъеме, когда поддержка общества была максимальной, американская помощь приходила в слишком малых количествах и часто слишком поздно. Мировые эксперты все чаще пишут о том, что Запад помогает Украине держаться, но никак не помогает побеждать. Об этом, в принципе, говорит и Зеленский, когда уже в который раз просят о разрешении бить по военным объектам в глубине России. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на прошлой неделе скандальную статью о том, что сейчас Украина готовит план «Б». Ведь ни «Формула мира», ни план победы Зеленского никого в Вашингтоне якобы не впечатлили. Главным аргументом американских политиков, с которыми общались журналисты из Дании, стало то, что Украина в своем плане победы во всем зависит от поставок западного оружия и другой помощи. А вот собственного компонента как бы там нет. Я, честно, не знаю, что на такие претензии отвечают украинские дипломаты за закрытыми дверями. От себя лишь могу сказать, что требовать от безоружной и истощенной войной Украины собственного компонента это все равно, что не давать больному ракам химиотерапии, потому что тот сам с этим проклятым раком не сильно-то и борется. Полагается лишь на медикаменты. Вот так и к плану победы. Претензии такого же уровня. При этом New York Times пишет, что настоящая целевая аудитория этого плана якобы может быть как раз в Украине, а не на Западе. И Зеленский может таким образом показать украинцам, что он сделал все, что мог, а также подготовить их к тому, что Украине, возможно, придется заключить соглашение с Россией и дать украинцам удобного козла отпущения. Ну, Запад, то есть. В статье также говорится, что в секретной части своего плана Зеленский попросил как часть пакета неядерного сдерживания ракеты «Тамагавк». По словам высокопоставленного чиновника США, это абсолютно невыполнимый запрос. И здесь я хочу поделиться личной историей. Летом 2021 года я целую неделю провел на борту американского эсминца «Рос», когда тот участвовал в совместных учениях «Сибрис». На борту корабля, вдумайтесь только, было 90 ракет «Тамагавк». 90. Он запросто мог бы разнести в пух и прах весь базирующийся в Крыму Черноморский флот. Но тогда это были только учения в Черном море. О полномасштабном вторжении России говорили как о чем-то полуфантастическом. Так вот, американский экипаж, несмотря на то, что весь мир считает территориальные воды Крыма украинскими, так старался никак не зайти в них случайно, чтобы, ну, не дай бог. Более того, российские военные корабли постоянно провоцировали американцев, заставляли их судно менять курс, но в ответ никакой реакции не получали. Чтобы не допустить эскалации, конечно же. Это второе слово, вызывающее у меня оскомину после озабоченности и обеспокоенности, соответственно. А тут Зеленский просит «Тамагавки» для атак по территории России. Ну или хотя бы разрешение стрелять тем, что уже дали, я сейчас процитирую, самих американцев в очень ограниченных количествах. Логика Украины проста. Если обе стороны этой войны истощены, а Россия при этом и Иран, и Северная Корея поставляют оружие, на котором нет никаких ограничений, а в Хинен еще и солдат своих присылают, то почему силы обороны Украины не могут хотя бы ударить по тыловым военным объектам, чтобы, ну, хоть как-то выровнять ситуацию на фронте? Но до окончания президентских выборов в США этот вопрос однозначно будет риторическим. Ну и еще такой нюанс. Если «Тамагавки» были в секретной части планы победы, то почему чиновники из Капитолийского холма слили эту информацию прессе? И лично у меня возникает закономерный вопрос. Уж не российские ли лобби в Вашингтоне подыгрывают Путину? Думаете, у меня паранойя? В общем, смотрите сами. Ну а свои мысли пишите в комментариях к этому выпуску, если смотрите его в интернете. Поддержите наш проект лайком под этим видео, делитесь им с друзьями и знакомыми, репостите в любимых группах в социальных сетях. Это правда важно и нужно. Ну и подпишитесь на наш YouTube-канал. Здесь много полезной и сбалансированной информации. Так вы точно ничего не пропустите.